80 лет назад на нашу страну обрушилась страшная война, которая унесла и покалечила миллионы жизней. Защищать родину на фронт ушли 600 тысяч жителей Кубани. Далеко не все вернулись домой. Война затронула каждую семью. И сейчас, когда сменилось несколько поколений, мы по-прежнему помним эту дату – самое начало войны. Траурная церемония, приуроченная ко дню памяти и скорби, состоялась 22 июня в парке 40-летия Победы в 4 часа утра. В ней приняли участие учащиеся студенты, ветераны вооруженных сил и боевых действий, представители властей и общественности казаки. В День памяти и скорби, который отмечается в этот день, славянцы присоединились к акциям, проходящим по всей Кубани. И молодежь, и более старшие славянцы помнят тех, кто отдал жизнь за свою страну, кто погиб в блокаду, в оккупации и в концлагерях. И когда мы зажигаем свечу памяти в этот день, мы отдаем дань памяти и уважения всем, кто прошел через все невообразимые сейчас тяготы и лишения. Ровно в 4 утра молодежь, общественность и все неравнодушные граждане собираются здесь, у этого памятного места, для того, чтобы отдать дань уважения и памяти нашим воинам. Лично я 17 раз наши ребята, общественники, молодежка уже много лет хранят эту традицию. Многие города в Краснодарском крае подключились к этой акции, в том числе столица нашей Кубани, город Краснодар. 80 лет назад мирная тишина теплого июньского утра была взорвана орудийными залпами и пулеметными очередями, и понадобилось невероятное напряжение всех сил народа, чтобы победить сильного и жестокого врага. 80 лет назад такие же мальчишки и девчонки встречали рассвет после выпускного вечера. Не всем пришлось остаться в живых. По поручению Совета ветеранов, ветеранов Великой Отечественной войны, которых осталось у нас сегодня на район 23 человека, Возложение цветов и венков к вечному огню уже стало доброй традицией. А завершилась утренняя церемония поклонения подвигу с зажжением свечей памяти и шествием по набережной протоки к месту, где произошло возложение венка в виде звезды на воду реки в память о погибших воинах-освободителях. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа События.